Приветствую вас. Основатель правящей партии Грузии, миллиардер Бедина Иванишвили, заявил, что Запад исчерпал санкционный ресурс против Грузии. Однако глава Хельсинской комиссии Джо Уильсон требует от американских властей ввести санкции против олигарха. Иванишвили представил декларацию впервые за 9 лет. Единственной недвижимостью официально зарегистрированные на миллиардера основателя правящей партии Грузии оказались владения в его родном селе Чорвила в Сачхевском районе. Декларации не назвали банки, которые обслуживают счета, хотя закон требует сообщать эти данные. В прошлом месяце сотрудники Департамента миграции МВД выдворили из Грузии 60 граждан разных стран, а с начала года выдворили из страны почти 400 иностранных граждан. Армянская авиакомпания планирует выполнить в новогодние праздники 12 прямых авиарейсов между Ереваном и Батуми. Консульства Шри-Ланки будут открыты в Твилиси и Батуми. Эти консульства станут первыми дип-представительствами Шри-Ланки в Грузии. Напомню, что Грузию в Шри-Ланке представляет посол Грузии в Индии. Заканчиваются ремонтные работы на станции твилисского метро Авлабари. Станция Авлабари находится на линии Ахметели-Варкетели. Недавно заключенную грузинку, 20-летнюю Марико, освободили прямо на показе мод с подиума. У Марико появилась уникальная возможность освободиться от заключения, когда осужденные провели показ созданной ими же одежды и аксессуаров, ручной работы по собственному дизайну, и сами представили публике и членам жюри наряду с профессиональными моделями. Для этого 20 осужденных до несколько часов вывели из учреждения исполнение наказаний номер 5. В конце показа стало известно, что одна из участвующих осужденных освобождена из тюрьмы на основании закона об амнистии. Случилось так, что эта милая девушка Марико оказалась в тюрьме. Ей оставалось два года. К сожалению, никто не знает, когда, что может с нами случиться. Пожелаем ей удачи и везения в жизни. Желаю и вам всем удачи. Продолжение следует...